Не успела отгреметь ракета Бесия, как наступила шахеда Бесия. Не дождетесь. Сегодняшняя ночь прошла опять в атаке, в отражении атак, опять воздушный бой над Киевом и шахедная атака. Атака длилась с половины 12 вчерашнего вечера до 4.30 утра. В общем с севера и с юга было зафиксировано пуски 31 дрона Камикадзе типа Шахед-136 иранского производства. Наши воины сил, воздушных сил уничтожили 29 ударных беспилотников. Почти все дроны были поражены на подступах к столице. Основная масса дронов шла на столицу. И почти все были либо на подступах к столице, но к сожалению некоторые пришлось сбивать уже непосредственно в городской черте. Есть повреждения, есть пострадавшие. Но в общем таких прямых попаданий в какие-то важные объекты нет. Кроме одного жилого дома сбитый трон влетел в квартиру. В многоэтажке. За прошедшие сунки Российская Федерация нанесла два массированных ракетно-авиационных удара по территории Украины. Ну а вообще если брать, то их было три. Позавчера был ночной удар. Точнее вчера был ночной удар, а потом еще был повторение, был дневной удар ракетный. Вчера ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555 и иранские ударные беспилотники Шахет-136-131. Силами и средствами воздушного командования во взаимодействии с противовоздушной обороной и другими компонентами сил обороны Украины было уничтожено 36 крылатых ракет из 40. И 30 беспилотников из 38 засеченных. И вот этот удар вчерашний был, накрывал практически довольно большую площадь Украины. Там и Житомирская была область, и Одесская область, и Черниговская, и Тернопольская и так далее. Очень много областей было накрыто. Да, основная масса все равно шла на столицу, на Киев, но тем не менее досталась и другим областям. Но днем мы, буквально через 4 часа, после окончания вот этой ночной атаки, Рашистская федерация решила повторить атаку в дневное время. И вчера днем, в районе 12 часов, противник применил крылатые баллистические ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» по объектам гражданской и критической инфраструктуры города Киева. Силами и средствами вооруженных сил Украины из 11 выпущенных по Киеву ракет было сбито 11 ракет. Ни одна из ракет не достигла своей цели. Я, конечно, понимаю, что сегодня у Рашистов идея фикс. Это то же самое, что пройдет, вы не переживайте. Мы теперь умеем бороться с любыми типами ракет. Пройдет, я имею в виду в том плане, что напомню, какая была истерика буквально по поводу появления «Хаймерс» систем в составе вооруженных сил Украины. Сколько их, даже приводили статистику, журналисты не поленились и посчитали, что по словам Канашенкова, это рупор Министерства обороны Рашистской Федерации, 70 пусковых установок «Хаймерс» уничтожено на сегодняшний день. Сбита половина всех снарядов, которые выпустил «Хаймерс». Но у нас их было чуть-чуть больше 20 и есть. Ни одна установка «Хаймерс» за 9 месяцев применения даже не получила повреждений. Поэтому я говорю, что вы привыкнете и привыкнете к «Петриотам». Я понимаю, что сейчас идея фикс уничтожить комплекс «Петриот». Да, удалось, когда были применены 6 кинжалов одновременно, удалось падением одной ракеты, сбитой, кстати. Она сдетонировала и осколками зацепила один элемент из целого комплекса. Машина была отремонтирована на месте, без каких-либо там отправок. И комплекс прекрасно существует и прекрасно функционирует. Если бы, если верить, а там Шойгу просто заявил, что сбили все ракеты «Шторм Шэдоу», которые не видит российское ПВО. Ни один комплекс не видит их. Вот такая реальность на сегодняшний день. И уничтожен комплекс «Петриот». Успешно уничтожен в воскресенье комплекс «Петриот». Сегодня уже, вчера был понедельник, и вчера комплекс прекрасно работал, уничтожил 11 баллистических целей, выпущенных по столице Украины, по нашей столице, городу Киеву. Так что пройдет, не переживайте, понервничайте и перестаньте. Привыкните к «Петриотам», никуда не денитесь. Как говорил Путин, нравится, не нравится, терпимая красавица. Но «Петриот» и работает. И никаких повреждений они больше не получали. Кроме всех этих ракетных, шахедных и других атак на ПОНАМ, противник нанес 62 авиационных удара за прошедшие сутки и совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения в результате этих ударов, повреждены частные жилые дома и другая инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 27 вражеских атак. Надо отметить, что интенсивность боевых действий немножко упала. Но разберем более подробно по оперативным направлениям. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков и стабильной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях. Тут противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Также за прошедшие сутки противник нанес авиационный удар по территории Харьковской области, совершил минометные артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Сумской области и, опять же, Харьковской области. На Кубинском направлении. Тут противник пытался вести наступательные действия в районе Масютовки и успеха не имел, понес потери и откатился на исходное положение. Также нанес авиационный удар по Стельмаховке и вел артиллерийские обстрелы вдоль всей линии боевого соприкосновения. Фронт, линия фронта на этом направлении за прошедшие сутки не изменилась. Лиманское направление. Здесь в течение прошлых суток противник наступательных действий тоже не проводил. Точнее, здесь не проводил. Там пытался, но безуспешно. Нанес ракетный удар в районе Лимана и нанес несколько авиационных ударов по Белогоровке, Луганской области. Также городу Северск и Спорное Донецкой области. Вел артиллерийские обстрелы вдоль всей линии боевого соприкосновения. На Бахмутском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Наносил авиационные удары, ввел артиллерийские обстрелы. Мы вели контрбатарейную борьбу. Авдеевское, в принципе, наверное, можно Авдеевское, Марьинское, Шахтерское направления объединить. Здесь тоже никаких существенных изменений. Активность, боевая активность противника немножко снизилась. За исключением на Марьинском направлении. В Марьинке противник пытался атаковать. На остальных направлениях наступательных действий не производил. Линия фронта изменений не претерпела. Вообще, надо отметить, что на всех вот этих самых четырех тяжелых направлениях противник в основном перешел, сбавил наступательные темпы. Очень сильно сбавил. На Бахмутском направлении продолжает пытаться вести перегруппировку войск. Но на данный момент взамен наступательным действиям возлагает большие надежды на дистанционное воздействие. То есть, артиллерия и авиация работают по нашим позициям. Мы отвечаем, наша авиация тоже работает и артиллерия тоже работает. Особенно мы устроили охоту за средствами радиоэлектронной борьбы, связи, управления и артиллерийскими системами. Запорожское и Херсонское направления. Здесь тоже без существенных изменений. Позиционные бои на Запорожском направлении, перестрелки. И на Херсонском направлении авиационные удары со стороны российских оккупационных войск. И артиллерийские дуэли. Вот такая вот ситуация складывается на всех оперативных направлениях. Что можно охарактеризовать, обобщить по ситуации на фронтах, то за последние сутки существенных изменений не зафиксировано. Хотя интенсивность обстрелов существенно не снижается. Но движений и линий боевого соприкосновения практически нет. Фронт стоит. Сейчас главную роль играет артиллерия и средства контрбатарейной борьбы. То, что я вам говорил. Авиация работает и артиллерия работает. Основной упор сейчас делается именно на них. На дистанционные средства поражения противника. Скажу так. На мой взгляд, очень похоже на затишье перед бурей. Очень. Мы знаем, вчера президент Зеленский огласил, в своем обращении объявил, что планы утверждены, даты определены. Так что, наверное, ожидаем. Вот это затишье, оно может быть и затишьем перед бурей. В акватории Черного моря находятся четыре носителя ракет «Калибр», общий залп которых может составить до 24 ракет. Об этом сообщают военно-морские силы Украины. По оккупированным территориям надо отметить, что противник ужесточил контрразведывательные меры во временно оккупированном Скадовске Херсонской области. Окупанты осуществляют массовые рейды по дорогам и квартирам местных жителей, проверка личных документов, мобильных устройств. Таким образом, оккупанты пытаются запугать местное население, выявить те, кто помогает силам обороны Украины. Наша авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также за прошедшие сутки были уничтожены четыре вражеских разведывательных беспилотника разного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения вооружения и техники противника. Состав с боеприпасами уничтожен. Три средства противовоздушной обороны и еще три важные цели противника. Всего за прошедшие сутки враг понес потери в количестве личного состава 410 человек, танки 1 единица, боевые бронированные машины 2 единицы, артиллерийских систем 10 единиц, одно средство противовоздушной обороны, 38 беспилотников оперативно-тактического уровня, 51 крылатую ракету, 12 автомобилей и 11 единиц специальной техники. Ну, здесь почему-то... А, наверное, крылатые ракеты в разделы отключены и баллистические. Их посчитали, скорее всего, правильно, 40 ракет было крылатых и 11 баллистических, 51 ракету. Просто включили в раздел крылатых ракет. Вот такие военные события произошли на всех оперативных направлениях, а также на линии фронта от Харькова до Херсона. Субтитры создавал DimaTorzok